Антон Павлович Чехов. Рассказ «Хирургия». Антон Павлович Чехов родился в 1860 году в городе Таганроге. В семье неудачливого, вскоре совсем разорившегося мелкого купца. Отец Чехова был требовательным человеком, стремился учить детей, порой применял и жесткие методы воспитания. Но Павел Егорыч знал и цену искусству, приучал сыновей, например, к музыке. Братья Чеховы одновременно работали в лавке отца и получали образование. Затем Антон учился в Таганрогской гимназии, где увлекся театром и литературой. Антон Павлович закончил медицинский факультет Московского университета и стал врачом. Начиная с первого курса университета, Чехов много печатался в развлекательных журналах – «Будильник», «Осколки», «Зритель», «Сверчок», «Стрекоза». Антон Павлович писал короткие юмористические рассказы, фильетоны и даже подписи под карикатурами и рисунками. Природная наблюдательность, общительность, разнообразные впечатления, сопутствующие профессиональным занятиям медициной сказались в творчестве Антоша Чеханте, таков был один из псевдонимов писателя, изобилием тем, сюжетов, персонажей. В доме Антона Павловича всегда было много людей – родственников, друзей и просто незнакомых, которые мечтали познакомиться с писателем. Гостей всегда почивали вкусным чаем из большого самовара. А Чехов в это время незаметно уходил в свой кабинет, где и появлялись на свет его прекрасные рассказы. Чехов был гораст на выдумке, обладал даром перевоплощения. Будучи еще гимназистом, иногда он изображал зубного врача. Брал инструменты, долго их раскладывал, а старший брат Александр с ужасом наблюдал за его действиями. Потом Антон лез в рот брату с щипцами для углей. Александр вопил от боли, а доктор серьезным видом его успокаивал. Хохот сопровождал всю эту сцену. Рассказ «Хирургия», видимо, появился под влиянием этого домашнего спектакля. Правда, сюжетом для рассказа послужил случай, произошедший в Земской больнице, где работал знакомый Чехова, врач Архангельский. Брат писателя вспоминает об этом. «Однажды Воскресенскую больницу пришел на прием больной зубной болью. Архангельский был занят с другим, более серьезным больным, и поручил прикомандированному к нему студенту вырвать у больного зуб. Неопытный студент наложил щипцы и после некоторых истязаний вырвал у пациента вместо больного здоровый зуб. Вырвал и сам испугался. Студент стал рвать больной зуб и сломал на нем коронку. Пациент выругался и ушел». В рассказе «Хирургия» два главных героя. Фельдшер Курятин и Дьячок Ванмигласов. Фамилии героев «говорящие». Так фамилия фельдшера говорит о нем как о человеке курящем, а также ассоциируется со словом «курица». Как курица лапой, куриные мозги. Такой человек не умеет что-либо делать хорошо и глуп. Дальнейшее повествование подтверждает это. Фамилия Дьячка Ванмигласов означает «внимайте». Он пришел в больницу с бедой, чтобы ему оказали внимание. С первой попытки удалить зуб не удается. В диалоге происходят изменения. От вежливости Дьячка не остается и следа. Он бронится, а Курятин теперь говорит о хирургии как о нелегком деле. Еще одна попытка вырвать зуб заканчивается тем, что во рту Дьячка остаются торчать осколки. Он обзывается, сокрушается, его напускное смирение исчезает. Речь фельдшера состоит из незаконченных фраз, повторов, что показывает его как незнающего своего дела человека. Упоминания трижды о своем якобы успехе в удалении зуба помещика египетского и противоречии этого хвостовства вызывают сомнения в реальности этого помещика. Фельдшер, причинив пациенту страдания и не пытается исправить положение. После перепалки с взаимными оскорблениями рассерженный Дьячок уходит в освояси. Таким образом, в коротком рассказе «Хирургия» высмеиваются серьезные человеческие пороки. Глупость, невежество, хамство, чинопочитание и хвостовство. Новеллы Чехова чаще веселые и смешные, иногда бывают и серьезными, и грустными. Но каждый рассказ Чехова учит думать и размышлять над жизнью персонажей. После окончания университета в 1884 году Чехов занимается врачебной деятельностью и продолжает писать. В 1890 году совершает долгое и трудное путешествие на остров Сахалин. Изучай там жизнь каторжан и ссыльных. С 1892 года Антон Павлович живет в деревне Мелехова. Принимает больных, участвует в борьбе с эпидемией холеры, строит школы и церкви, организовывает помощь голодающим. В 1897 году из-за обострившейся болезни писатель страдал туберкулезом. Чехов поселился в Ялте, где, несмотря на тяжелое состояние, пытался участвовать в общественной деятельности. В начале русско-японской войны он намеревался ехать в действующую армию простым врачом. «Если я литератор, то мне нужно жить среди народа», — говорил Чехов. Не стало писателя в 1904 году. Но его веселые и грустные произведения продолжают волновать сердца читателей.